Онлайн-экшен War Thunder с выходом обновления Хозяева морей стал самой масштабной военной игрой. Отныне всем игрокам доступен флот. Присоединяйся к эпическим морским баталиям, подрывай корму врага торпедами и сбивай из зенитных орудий самолеты под управлением других игроков. Кроме того, теперь вертолеты доступны всем в сражениях с танками и самолетами. Здесь быстрый матчмейкинг и отличная оптимизация. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Мастер Плей рекомендует. Всех приветствую, дорогие зрители! Вы смотрите канал Мастер Плей. Зовут меня Антон. Ух, на этой неделе вышло аж три гайда по Battlefield 5. Следующая неделя будет полностью посвящена Сиджу. А после нее мы опять вернемся к батле, к разбору техники и так далее. Сейчас готовится уже четыре обзора. Обзор на Черчилль, на Тигр, на все скорстрики и на первую винтовку штурмовика. А сегодня у нас очень тупое оружие. Оно даже не фановое. Самое малоскорострельное оружие в игре. Пушка, которая слабее калибри. Встречайте, пистолет! Либератор. Пистолет, который можно открыть за девятнадцатый уровень любого класса. То есть, допустим, поддержкой вы апнули девятнадцатый левел, теперь Либератор вам доступен за все классы. Если за Снайпера, как было в моем случае, то вы разблокировали Либератор для всех классов. К слову о Снайпере. Мой хороший друг Шадоу Снайпер предоставил мне свой аккаунт с Либератором, потому что на своем аккаунте я бы задолбался его открывать. Учитывая то, что я мог играть только с пятнадцатого числа, а у Шадоу Снайпера был ранний недельный доступ. Спасибо тебе, Тони, за твой аккаунт. Прости меня за то, что я всрал твою статистику, пока писал геймплей на эту маленькую пукалку. Надеюсь, зрители найдут ссылку в описании и подпишутся на тебя в знак благодарности, ведь данный ролик появился именно благодаря тебе. И будут ждать твоих гайдов на Снайперской винтовке. Ладно, вернемся к Либератору. Либератор слабее калибрии. Почему? Начнем с характеристик. Урон максимальный 34 до 6 метров. У Либератора, как и у большинства пушек в игре, отсутствует множитель урона в руки, ноги и живот. На дальней дистанции урон Либератора будет как у обычного пистолета. 16. Вы скажете, так почему калибри сильнее? У него ведь урон был вообще 5. Но мы помним, что при попадании в голову урон был 25 единиц, а пуль было 7. То есть, зайдя в тыл какому-нибудь Снайперу, можно было неплохо так его затроллить и убить с этой маленькой игрушки быстро и без перезарядки. Тут же, по логике вещей, Либератор должен иметь урон в 100 единиц, ну хотя бы до 2 метров. Тогда был бы смысл в этой игрушке троллить кемперов, но обычных игроков вику бьешь. Кратко говоря, у вас была бы возможность сделать убийство без перезарядки. Либератор же дает 68 единиц урона при попадании в голову на близкой дистанции, а это говорит о том, что Либератор должен сделать минимум 2 попадания во врага на дистанции до 6 метров для его смерти. На дальней дистанции урон, понятное дело, падает, и минимальный в голову будет ровно 30 единиц. Что касаемо перезарядки. Перезарядка визуальная занимает 7 секунд. Но патрон вам начисляется чуть раньше, и перезарядку можно прервать, тем самым сделав выстрел до окончания визуальной перезарядки. Тем самым она становится не 7 секунд, а 5. Но это пушку лучше не делает. Сам по себе Либератор перезаряжается очень смешно, все так мило, аккуратно, не торопясь. Из-за этого Либератор имеет скорострельность в 9 выстрелов в минуту. В игре есть небольшой баг. Все мы знаем, что при спавне вам начисляется малое количество магазинов. У Либератора 1 патрон, это 1 магазин. И при спавне вы имеете всего 5 выстрелов. Но стоит хоть раз взять патроны, и ваш персонаж набивает карманы, и вам станет доступно аж 50 выстрелов. Чтобы их все потратить, вам понадобится 5,5 минут непрерывной стрельбы, 99% времени которой будет перезарядка. О да. Этот ролик, как вы понимаете, не заточен на эффективность. Ведь все мы понимаем, что Либератор это фановый ствол и шутка разработчиков, как в первый раз. Но в этот раз шутка не особо удалась, так как, повторюсь, убить врага с Либератора за один выстрел вы не сможете хоть при всем желании. Это делает ствол менее фановым и менее скиллозависимым. Что касаемо тактик применения. Да, они есть. Использовать Либератор в качестве подрыва динамита. Да, эффективность ниже, но зато убийство идет в копилку с этого пистолета. Вторая тактика. Это за снайпера. Использовать в качестве добивания врага. Вы делаете выстрел, достаете Либератор и добиваете врага. Вполне неплохое комбо, да и скилл присутствует. Но урон падает слишком быстро. На экране пример данной тактики. А значит подобное не сработает, если вы не попадаете в голову. Кемперов можно троллить либо взрывчаткой, либо также выстреливая со снайперской винтовки и добивая пистолетом. Еще тактика это бросать ударные гранаты, которые при близком контакте наносят 70 единиц урона. А значит при дальнейшем попадании в тело врага Либератор ликвидирует цель. А у врага создастся ощущение, что эта маленькая пукалка только что выстрелила разрывным патроном. Кемпера в штаны накидывают от такого столько кирпичей, что хватит замок построить. Отличительный плюс данного агрегата это стрельба от бедра и точность прицели. Вести огонь можно на дальней дистанции в полном комфорте, но по урону вы только поцарапаете врага. А вблизи можно не использовать прицел, надеясь только на стрельбу на вскидку. Поверьте, она вас не подведет. Обычно я не углубляюсь в историю, так как рассказываю только про игровую версию того или иного вооружения. Но тут мне было самому интересно, где же присутствовала данная машина смерти ФП-45. В США в 1942 году для партизанских войск и войск сопротивления были изготовлены ФП-45 Либераторы. На заводе Андерсоне этот завод изготовил около миллиона единиц в течение примерно 11 недель лета 42-го, силами 300 рабочих. Пистолет был чрезвычайно прост в производстве. Он имел всего 23 части, получаемые в результате штамповки или прессования. Себестоимость оружия составляла 2,5 доллара. Разработка проекта заняла всего лишь полгода. Оружие планировалось забрасывать на линию фронта для использования партизанскими войсками. Либератор не рассматривался как основное оружие для ведения боя. Планировалось, что бойцы сопротивления, получив такое оружие, будут использовать его для скрытного нападения на противника, в том числе для похищения оружия. Половину из миллионного выпуска пистолетов планировалось сбросить над оккупированной Европой. Однако документальных подтверждений массовой сброски пистолетов нет. Лишь только около 25 тысяч единиц было передано в Великобританию для снабжения французского сопротивления. Результаты испытаний показали, что средний срок службы составлял 50 выстрелов. А я напомню, когда мы берем патроны, у нас становится 50 выстрелов в запасе. Значит, это маленькая пасхалочка. Может, если выстрелить 50 патронов подряд, то что-то произойдет? Я заходил на пустой сервер и на заполненный, и стрелял 50 раз, но ничего не происходило. В целом могу сказать, что Либератор плохая пушка. Она ни фановая, ни скиллозависимая, и никакой пасхалки в ней нету. Тупо всрали потенциально классную шутку и забавную пушку. Могли сделать урон 20-30 единиц в тело, а 100 единиц урона в голову на дистанции в 1 метр. И сделать так, чтобы пушка ломалась после 50 выстрелов. Было бы вообще улет, было бы очень круто. А так, никакого веселья. Пушка ради пушки. Но все же, Либератор можно использовать ради фана, если подрывать танки с его помощью и взрывчатки. В Battlefield 5 Либератор так прямо и говорит, «Я ваш Калибри 2.0, но для меня Калибри навсегда останется другой пушкой». А если вам понравился этот видос, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокол и по желанию вступать в наш Дискорд канал. Пишите свое мнение о Либераторе в комментариях. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok